Вы посмотрите, сколько церквей на земле, я говорю, православных даже, и что мы видим? Каждая из них в разной степени соответствует вот тому идеалу или той норме, которой она должна быть. А какой она должна быть? Она должна нести правильное учение о том, как нам избавиться от этих страстей, то есть, как нам спастись, как нам соединиться с Духом Божьим, а не с Духом этого мира. И вот церкви в разной степени соответствуют этой норме. Причём, обратите внимание, ни одна церковь земная не гарантирована от ошибок, от заблуждений. Так вот, когда мы говорим о том, что о проблеме церкви и общества, то вы слышите, мы перед чем стоим? Отношение церкви и общества. Это что такое? Что за проблема? Многие её понимают как? Вот, что там говорит церковное руководство, и как реагирует на внешние проблемы жизни. Или как, например, общество, какие-то общественные организации, какие-то лидеры говорят о церковном руководстве, о церковных реакциях. Это совсем ещё не то. Церковь и общество – это знаете что? Это вот мы общаемся. С кем? С неверующими, с мусульманами, с атеистами, буддистами, да с кем угодно. Мы уже… Это уже контакт кого? Церкви и общества. Вот если бы сейчас все бы стали, знаете, какими христианами? Любили бы друг друга. Каждый считал другого большим и лучшим, чем он сам. Каждый бы старался помочь другому, насколько это только возможно. Каждый бы никого не осуждал бы и не обвинял и не ругал тем более. Никто бы не крал, не воровал, не убивал. Вы слышите, что наступило бы у нас? Рай. Неужели это непонятно? Слышите? Райская жизнь, Царство Божие уже здесь бы, уже было. Если бы мы все стали такими христианами. Ну уж не буду так говорить все. Хотя бы все те, кто называет себя верующими православными, стали бы такими. И все те, которые вне церкви, говорили бы, о, он христианин, все, на него можно положиться. Церковь – это душа человеческая. Вы слышите? В каждом человеке она, церковь. Каждый христианин может воплощать эти нормы, нормы христианской жизни в своей собственной жизни. И тогда он будет светочем, слышите? Свечечкой. А потом, может быть, и факелом, на который люди действительно будут тянуться. И тогда поймут, кто такой Христос. Вот он, Христос, где может быть явлен каждому человеку. То есть через наше стремление жить по евангельским заповедям. Все прочее, я вам скажу, все это не то. Попросил вас подготовить вопросы, которые наиболее вас беспокоят. И не только вас, но, может быть, и ваших и близких, и знакомых, и друзей. А сейчас этих вопросов много возникает. Поскольку церковь сейчас на виду, те контакты, которые осуществляются между церковными лицами и светскими лицами, также очевидны для всех. Телевидение, интернет очень часто показывают о том, что происходит. И в то же время все мы нередко убеждаемся, что те иллюстрации, которые мы наблюдаем в средствах массовой информации, они подчас вызывают определенные сомнения, ну, по крайней мере, вопросы бесспорно. Вообще проблема церкви и общества – это действительно проблема постоянная. И, кстати, одной из проблем, которая предшествует даже разрешению этой проблемы, заключается в том, что очень часто мы имеем, я бы сказал, неверное представление о том, что такое церковь. А об этом стоит даже сказать несколько слов предварительных, прежде чем приступим к вопросам. Поскольку под церковью очень часто разумеют, что иерархию, патриарха, церковное руководство, или понимают под церковью церковные структуры, церковное управление – это совсем нет. Это только некоторые, я бы сказал, следствия, или некоторые виды, некоторые картины церкви. Церковь – это совсем другое. Я обращаю на это внимание. Что такое церковь? Церковь – это единство, знаете, вот всех нас, кого нас, искренне верующих людей, искренне верующих людей, желающих жить действительно по Евангелию. Не просто по Евангелию, а по Евангелию, как оно открыто, раскрыто, если хотите, объяснено, не кем-нибудь, даже скажу не профессорами, хотя профессора всё же знают, вы сами понимаете, даже не ими, но объяснено людьми действительно святыми, которые действительно осуществили Евангелие в своей жизни и доказали это не какими-нибудь софистическими приёмами, не просто логикой, а доказали это своей жизнью. А что такое доказали жизнью? Я думаю, может быть, мы… кто-то лично, может быть, когда-то встречался, кто-то читал, но мы знаем, что это такое – увидеть друг святого человека. Вы знаете, вот я недавно увидел одну икону, одну икону Божьей Матери, вот размер вот такой, большой размер, и когда я её увидел, я сказал, мне не нужно никаких слов, эта икона уже сама по себе чудо. Потрясающее просто изображение. И вообще, когда посмотришь на это, а если когда увидишь друг человека, действительно, ну, святого, или, по крайней мере, ну, близкого, что ли, к святости, ну, скажу, святого, тогда не нужно никаких доказательств. Недаром у одного из великих святых православной церкви есть такие слова. «Я не видел ни на земле, ни на небе большей красоты, чем красота души человеческой». Мы иногда любуемся птичками, цветочками, животными, зайчиками, овечками, косулями. Ой, красота какая! Но когда мы видим человека прекрасного, всё отступает на задний план. Нет большей красоты, чем человек. Нет! Это самое совершенное, что есть в этом нашем мире. Но о чём говорит Евангелие? Об очень интересных вещах. Что оказывается, хотим мы того или не хотим, но мы сейчас находимся в глубоко болезненном состоянии. Болезненном. Представьте, когда человек болен. Вот представьте, красавец какой красавица. Так, и вдруг у него аллергия вот сюда вышла. Представляете, какое это безобразие? О, Боже мой! Он сам прячется в своё лицо. Ой, я никому не выйду, не покажусь. Она красавица. Здесь она никому не покажется. Почему? Больна. И вот христианцы утверждают, что в настоящем мы состоянии, сейчас вот мы, хорошие, добрые, прекрасные, ну, лучшие в мире, конечно же, правда же, мы же не сомневаемся, что мы лучшие в мире. Так, на самом деле, мы глубоко больны. И в чём? И как узнать это, что мы больны? Хороший человек. И вдруг вы сказали, нет, вы говорите глупости. Я глупости. Вы сами глупости. С какой стороны не прикоснись к нам? У нас оказывается нарывы. И зависть, и тщеславие, и гордыня, и лицемерие, и обман. Хороший человек. И хороший, и что это такое? Причём в каждом из нас. Не будем оправдываться, и не будем сомневаться. Все страсти в нас живы. Только для того, чтобы они проявились, необходимы соответствующие внешние условия. Условия нужны. И тогда только можно увидеть, что во мне есть. Так вот, христианство о чём говорит? Что вот эта красота человека, вы слышите? Ещё раз повторяю, красота души человеческой, так, она, к сожалению, сейчас закрыта, закрыта вот этой болезненной аллергией. Не прикоснись к нам ни с какой стороны, мы тут же вспыхнем. Только что говорили о любви, и тут же возненавидели. Боже мой! Только говорили о честности, и тут же обманули, и тут же предали. Не случайный эпизод в Евангелии, когда Пётр, апостол, Господи, готов умереть с тобой, и тут же служанка подошла. Кто такой? Служанка подошла, и говорит, и ты был с ним. Нет, 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 я никогда не был, я не знаю этого человека. Тут же, это кто говорит? Пётр. Кажется, первый из апостолов. И мы иногда думаем, вот какой Пётр! Ах, какой Пётр! Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Все мы этим поражены. О чём говорит христианство? Тот человек, который не увидит этой своей поражённости, который не увидит этой своей болезненности, болезненности какой? Не физической, не об этом же речь идёт, а душевной болезненности, он никогда не сможет исцелиться. Мне говорят, вы больны. Я себя чувствую прекрасно, всё, какой-то врач. Я говорю, знаете что, вы сами больны. Правда? Вам нужно лечиться, сами лечитесь. Вот что происходит в нашем духовном, психологическом мире. Нас не тронь, и мы не видим этого. Но до тех пор, пока человек не увидит, что в нём всё это живёт, он никогда не обратится к врачу. Он никогда не пожелает лечиться. Вы посмотрите, только одна вещь хотя бы, один пример только, зависть, что делаешь с человеком. И не зарождалось в душах человеческих болью и пагубной страсти, нежели зависть. Пишет один Василий Великий. И действительно, я страдаю от чего? Что моего соседа лучше, чем у меня. Слышите? Я страдаю. Само слово страсти происходит от чего? От слова страдания. Христианство говорит, что всё то, что оно называет грехом, это приносит страдания тебе, человек. Ты слышишь? Ты тщеславный. Ты ищешь славы. Сколько ты страдаешь от того, что тебя не похвалили, да ещё поругали. Боже мой, это же вообще с ума сойти. Сколько страдает тщеславный, когда не удовлетворяет его, а тем более, когда его ещё критикуют и так далее. И все мы, сколько страдает человек, когда не может поесть соловьиных язычков. Представьте себе, как это можно жить без соловьиных язычков? Ну, это же просто немыслимо. Я надеюсь, мы все понимаем это. Правда же. Все страсти, они мучают человека в конечном счёте. В корне своём они держат страдания. И христианство – это не просто одна из религий, а это религии, которые действительно показывают существо человеческой природы и даёт средство исцеления. Слышите? Исцеление от этих мучающих человека болезней. Так вот, что такое церковь? Церковь – это единодушие. Вы знаете, всех тех искренне верующих людей единодушие. Единодушие какое? В Духе Божьем. В Духе Святом. То есть, в единодушии стремлений к святости, к стремлению жизни по Евангелию, вот, оказывается, что такое церковь. Это, если хотите, все мы. Мы, глупо, ошибаемся, когда говорим «церковь сказала», а там сказал какой-то епископ там, или митрополит, или патриарх, или священник. Какая ошибка! Нет, это ещё не церковь. Это некое выражение. Должно быть выражением церкви. Должно быть. И в истории что мы видим? Вы посмотрите, сколько церквей на земле. Я говорю, православных даже. И что мы видим? Каждая из них в разной степени соответствует вот тому идеалу или той норме, которой она должна быть. А какой она должна быть? Она должна нести правильное учение о том, как нам избавиться от этих страстей, то есть, как нам спастись, как нам соединиться с Духом Божьим, а не с Духом этого мира. И вот церкви в разной степени соответствуют этой норме. Причём, обратите внимание, ни одна церковь земная не гарантирована от ошибок, от заблуждений. В качестве примера, наверное, лучше всего привести. Вы знаете, наверное, если кто соприкасался, хотя бы несколько, с историей церкви, те знают, что римская церковь была первой из православных церквей. Слышите? Первой, самой авторитетной церковью. И посмотрите, что случилось. Она даже православие потеряла. Даже православие потеряла. Теперь мы все говорим, католическая церковь. Говорим о её святых с ужасом и изумлением. Как можно называть их, этих людей, святыми, когда они такие вещи говорят, такие вещи пишут? Это же невозможно! Просто не верится! Просто не верится даже! Когда какая-нибудь Тереза Великая говорит о том, Христо обращаясь, о Бог мой, супруг мой! Или возлюбленный Христос зовёт таким свистом, что не услышать этого невозможно. Это святая! Вы представляете, какие вещи? По какому критерию можем судить? Где критерии, по которым можем оценивать? Где же она святость, а где нет? По какому критерию можем оценивать, что церковь – это действительно святая или заблуждающаяся? Есть такой критерий или нет? Есть! Критерий какой? Какой этот критерий? Евангелие! Мы можем понимать, оказывается, по-разному. Где же критерий? Если бы мы все понимали Евангелие одинаково, тогда была бы одна церковь, а их множество! И православные, и католические, и протестантские. Как же понять? Где же? Где же истина? Фё! Рассыпались! Где критерии? Православие утверждает, что этот критерий мы можем найти только в согласном учении тех бесспорных святых, которые одинаково святыми считались и на Востоке, и на Западе. Слышите? Бесспорным их согласии. Где видим согласие? Да, это истина. Как писал один из святых. Один из святых. Истиной является только то, что проповедуется везде, всюду и всегда. Вот эти три пересекающиеся линии дают нам, дают убеждение в этой истинности. Так вот, православие на чём стоит? Оно ещё держится обеими руками за голос святых отцов. Каких? Древних, признаваемых и Востоком, и Западом. Слышите? И Востоком, и Западом. И когда мы видим принципиальное отступление от этого, мы говорим «ложь». Ложь. Видите? Есть, оказывается, этот критерий. И он велик. Если мы не будем держаться согласного, повторяю ещё раз это слово, учения святых отцов, то мы в конечном счёте так же рассыпемся, как рассыпался протестантизм. Знаете, что с ним случилось? Лютер объявил «Соля, скриптура, только Писание и больше ничего». Только объявили, только Писание. А Писание, вы знаете, что это? Вот сейчас каждый из нас откроет, говорит, я вот думаю вот так, а то скажет, а я и это, а я с вами не согласен, а по-моему вот так. И что пошло? Рассыпались как горо. И действительно протестантизм рассыпался как горо. Вы знаете, практически чуть ли не каждый день рождаются новые, новые и умирают старые. Только, только, держась очень крепко обеими руками за согласное учение святых отцов, мы можем тогда оставаться в истине понимания откровения Божия, в истине понимания Христова учения. Только здесь мы можем. Другого пути нет. Только здесь мы можем. Так вот, церковью, что же, еще раз повторяю, именуется? Это вот то единство, вот в этом согласии всех тех искренне верующих, которые стремятся, стремятся искренне жить по заповним Христовым. И тогда в нее входит кто? И патриархи, и митрополиты, и священники, и простые верующие. Все мы тогда здесь. Вот что такое, оказывается, церковь. А все прочее, это только некие выражения, внешние выражения этой сокровенной церкви, сокрытой вот в этой внешней церковной действительности. Так вот, когда мы говорим о том, что, о проблеме церкви и общества, то вы слышите, вы перед чем стоим? Отношение церкви и общества. Это что такое? Что за проблема? Многие ее понимают как? Вот что там говорит церковное руководство, и как реагирует на внешние проблемы, проблемы жизни. Или как, например, общество, какие-то общественные организации, какие-то лидеры говорят о церковном руководстве, о церковных реакциях. Это совсем еще не то. Церковь и общество, это знаете что? Это вот мы общаемся. С кем? С неверующими, с мусульманами, с атеистами, буддистами, да с кем угодно. Мы уже... Это уже контакт кого? Церкви и общества. Слышите? Уже на более высоком уровне, конечно, когда мы говорим о церкви как организации, возглавляемой церковным руководством, здесь мы действительно говорим о том, какого характера отношений между церковным руководством, допустим, и государственным руководством. Эти контакты, они носят самый различный характер. И они всегда меняются. Это постоянно меняющаяся ситуация. Но от чего зависит правильность или неверность этих контактов? Вот здесь мы с вами подходим к очень серьезному вопросу. Мы все время думаем, что вот есть умные люди, есть глупые люди. То попадается такой умный руководитель, то не очень умный, то совсем не умный. И вот он то правильно сказал, то неверно. И забываем о самом главном. О самом главном мы забываем. Ведь надо же понять, что такое наша культура вся, наша политика, наша философия, которая выражается в нашей литературе, в нашем искусстве. Что это все такое? Все это есть не что иное, как воплощение нашего духа. Слышите? Культура что такое? Воплощение нашего духа. Чистый человек пишет и картины. Мы говорим, ой, как прекрасно! Развратный он и пишет разврат. Сатанист он и пишет дьяволов и прочих вещей. Мультики, посмотрите, какие! С рогами, копытами и прочее. Вы слышите? Дух творит в себе формы. Дух воплощается воплощается в этих формах. В чем? В любом виде искусства. В музыке, в литературе. Духовное состояние народа и общества воплощается и в философии, и в политике, вы слышите? Во всем! Поэтому, когда мы говорим о проблеме, проблеме церкви и общества, мы о чем говорим? О том, в какой степени в тех людях, которые называются верующими людьми, людьми воплощается этот Дух Божий, Дух Евангелия. Вы представьте себе, о, если бы, о, если бы картину, давайте, пофантазируем немножко, помечтаем. Вот если бы сейчас все бы стали, знаете, какими христианами? Любили бы друг друга. Каждый считал другого большим и лучшим, чем он сам. Каждый бы старался помочь другому, насколько это только возможно. Каждый бы никого не осуждал бы и не обвинял и не ругал тем более. Никто бы не крал, не воровал, не убивал. Вы слышите? Что наступило бы у нас? Рай. Неужели это непонятно? Слышите? Райская жизнь, Царство Божие уже здесь бы, уже было, если бы мы все стали такими христианами. Ну, уж не буду так говорить все, хотя бы все те, кто называет себя верующими, православными, стали бы такими. И все те, которые вне церкви, говорили бы, о, он христианин, все, на него можно положиться, к нему можно прийти, он может помочь. О, это да, вот это христианин, вот кто такой христианин. Вы знаете, как один из святых, Пахомий Великий, стал Пахомием, великим. Он был солдатом, римским солдатом. И однажды их часть пришла в одну деревню. И вдруг жители этой деревни все выходят, несут кто что, хлеб, фрукты, воду. Так кто что может, несет? Пахомий с удивлением спрашивает своего полковника, слушай, что это за люди такие странные? Я никогда не встречал таких. Откуда они? Да это христиане, они всегда так делают. Здорово! Пахомий был не просто солдатом, а умным человеком. Вот, вот, оказывается, где идеал жизни, вот где красота она. Он после этого становится христианином, и не просто, а становится тем человеком, которого затем церковь причислила к лику святых и назвала его великим. Вот как, в чем сила христианства. Слышите, в чем? В святости жизни, в верности заповедям Христовым. Вот она, где церковь. Вот она, где церковь. Она осуществляется в каждом человеке, в каждом христианине. Тем более, она должна осуществляться в собрании христиан, в наших верующих. Ой, если бы, повторяю еще раз, мы, православные, были бы такими. На оскорбление мы бы не ответили оскорблением бы. Представьте себе. На унижение мы не ответили бы резкостью. Подумайте, просящему мы бы помогли, страдающего мы бы утешили. церковь. Знаете, чем бы стала тогда церковь? Она бы стала святыней, к которой бы тянулись все люди. Все люди. Вот она, когда общество увидело бы, что такое церковь. Не было бы никаких сект. Да кто же пошел бы в какую секту? Когда здесь бы увидели то любовь, то благожелательство, то милосердие, которое они встречают, с которым они встречаются здесь, приходя к христианам. Вот она, скажут, что такое церковь. О, это действительно Бог на земле. Вот к чему призывает церковь. К этому, я вам скажу, мы должны стремиться. Но как стремиться? Первое, первое и главное, в конце концов, ну, все-таки должны же мы осознать. Знаете что? Что я дрянь. Однажды назвали лекцию «Почему православные?» Я пришел, сел в такой стол и сказал, все-таки вы знаете что? Давайте поговорим о другом. Почему мы не православные? Да, это первое, что надо бы осознать. Без этого осознания никогда никогда мы не исправимся. Будем бить себя в грудь, я православный, и попробуй подойди ко мне, я тебе покажу, где раки зимуют. И узнаешь тогда, что такое православие. Так что разбегутся все от меня за три-двять земель. Вот что такое церковь, какая святыня-то оказывается. Вот где истинный характер отношений между церковью и обществом. Макарий Великий так и писал, церковь – это душа человеческая. Вы слышите? В каждом человеке она – церковь. Каждый христианин может воплощать эти нормы, нормы христианской жизни в своей собственной жизни. И тогда он будет светочем, слышите? Свечечкой. А потом, может быть, и факелом, на который люди действительно будут тянуться и тогда поймут, кто такой Христос. Вот он, Христос, где может быть явлен каждому человеку. То есть, через наше стремление жить по евангельским заповедям. Все прочее, я вам скажу, все это не то. Что не то? Извините, еще два слова скажу. Что не то? Мы часто, что понимаем мы под церковью, под православием? Сходить в церковь, подать записки, заказать молебны, панихиды, отстоять обедню, подать сирокаусты, ну, поисповедаться, может, причаститься, соблюдать посты. Да вы слушайте, можно все это соблюдать и быть сущим дьяволом. Сущим. Почему? А потому я-то все это делаю, а они-то что? Дрянь какая, по сравнению со мной. Вы слышите? Насколько я хорош, а насколько они? Нет. Это все нужно. Но там, где нет понуждения к исполнению заповедей Евангелия, то есть не осуждай, не отвечай злобой на зло, не завидуй, не лицемерь, не лукак, там, где нет исполнения заповедей, все исполнения всех этих церковных, слышите, церковных предписаний, не сделает человека христианином. Вспомните, кто распял Христа? Исполнители всего церковного закона. Первосвященники, архиереи, священники, книжники, то есть богословы, законники, то есть все, которые устал весь в любви церковной, они распяли Христа. Вы подумайте только, «А кто спасся? Первый в рай вошел. Кто? Кто осознал от всей души, достойные по делам нашим мы получили. Помяни меня, Господь, во царстве Твоем». Кающийся человек, то есть сознающий, что он совсем не то, кем он должен быть. Слышите? Самосовесть ему говорит, «Вот кто принял Христа». Всем небезызвестный, потому что все мы учились в школе, всем небезызвестный Паскаль, блеск Паскаль, которого законом мы изучали, так и говорил, что в мире существует только два типа людей. Одни из них праведники, которые видят себя грешниками. И грешники, которые видят себя праведниками. И сомнений нет. Конечно, я лучше всех людей. Что? Лучший в мире. Как он правильно сказал. Так вот, христианство в человеке начинается когда? Когда только человек понаблюдает за собой и увидит, что он совсем не то, кем он должен быть. Православный не тот, кто исполняет внешние церковные предписания. Они должны быть только помощниками, но не они делают человека христианином. Христианин тот, кто старается, стремится жить по заповедям Евангелия и кается во всех нарушениях. Кается искренне. Прежде всего, пред Богом. Перед священником всего не покаешься. Там надо говорить самое главное. А перед Богом мы должны каяться. Вот кто такой христианин. Вот кто такой член церкви. Слышите? Вот этой святой, соборной, апостольской. Вот кто член церкви. Вот он действительно выражает собой церковь. И когда с таким человеком соприкоснется, человек не церковный, он поймет, почешет затылок и скажет, да, пожалуй, эти люди действительно, какие люди-то, а? Благородные. Надо же это! А я и не представлял такого. Пожалуй, надо будет мне узнать, что это такое христианство, что это такое православие. И заинтересуется человек, и, может быть, тоже изменится. Ибо все христианство нацелено на что? Изменить человека. И его из страстного, животного, бесоподобного состояния привести в состояние божественной красоты, божественного, божественного, богоподобия. Я бы сказал так. Это я, вы знаете, что говорил? Зачем? Чтобы отвлечь вас от вопросов. Но отец Антоний мне уже говорит, мерси в бок. Правда, по-французски, как-то неверно говорят, мерси боку. Правда? Что такое боку? В боку это понятно. А боку что такое? Вот он уже мне толкает. Говорит, хватит разглагольствовать. Пора на вопросы отвечать. Ну что ж, ну давайте попробуем. Вот первый вопрос кто-то задал. Что такое вера? Вот. И тут вытекающие. Как вы считаете, православные христиане самые умные и понимающие правильнее Бога? А Дух Божий не приходит ли в те страны и места, где люди-христиане искренне взывают и ищут Христа? Такое. Ну, сразу сказать насчет умные. Ой. Ну, даже мне странно и говорить. Сам апостол Павел пишет. Посмотрите, много ли из вас? И перечисляет там все категории, в том числе и умные. Да при чем тут ум? Каждый рождается с тем, что у него есть. И христианами становятся совсем не умные. Я не говорю не умные, то есть дураки. А, не. Не обязательно умные. Совсем нет. Ничего подобного. Не ум природный определяет достоинство человека. Совсем нет. Ум – это инструмент, который может помочь человеку. Хороший инструмент. Он может ему и здорово помочь. Плохой? Ну, похуже. Но веру человека определяет не это, не ум. А знаете, что определяет веру человека? Искание. Искание, если хотите, первое, скажу вам, смысл своей жизни. Ну, зачем я живу? Скажите. Что я живу? Есть, пить, чтобы умереть? Да? Это смысл жизни. А потом что? Первое и главное. Смысл какой моей жизни? Говорят, смысл моей жизни в детях. В детях? Смысл жизни в детях, да? А вы знаете, что вы сказали? Вы какой ужас сказали? Какой же ужас! Что бы вы сказали о человеке, который бы вам ответил? Вот я очень его люблю, и поэтому я его посылаю на верную гибель. Как? Вы его любите или не любите? Когда говорят, смысл моей жизни в детях, разве вы не понимаете, что дети мои умрут? И неизвестно, как умрут. Уж не говорю, неизвестно, как проживут. Неизвестно, что с ними будет в этой жизни. Какие болезни, несчастья могут постигнуть. Я ничего не знаю. Но я точно знаю, что они умрут. И смысл моей жизни в том, чтобы их родить, и чтобы они умерли, да? Это что такое? Если нет Бога, то большего ужаса не скажешь. Смысл моей жизни родить того, кто будет приговорен к смерти. Подумайте только. Приговорен к смерти. И я это точно знаю. Только если есть Бог, если есть вечная жизнь, если есть надежда на бесконечность и радость этой жизни, тогда всё понятно. Тогда, конечно, о, какое благо, ребёнок! ещё появился на свет тот, кто предназначен к этой бесконечной радости, бесконечному блаженству. Христианство сразу показывает смысл. А если этого нет, и смысл жизни в этом... Итак, первое, что определяют человеки, это искание. Нельзя же быть бессмысленным. Простите, только животные не ищут смысла жизни. Животные, да, конечно, не ищут. Человек тем и отличается от животных. Что он ищет? Почему? Что? Как? Зачем? Первое, что определяет достоинство человека и его веру, это искание смысла жизни. И вот здесь действительно он оказывается перед вопросом. Или, если хотите, перед двумя альтернативными, если хотите, решениями. Или есть Бог, есть вечность, есть возможность вечной и бесконечной блаженной жизни. Или нет Бога, нет души, нет бессмертия, всё кончается здесь. И тогда, и тогда смерть является уделом всех и всего. А если ещё теперь послушаем, что говорит наука, которая уже решительно заявляет, человечество как биологический вид смертно, смертно, слышите, как биологический вид смертно человечества. И эта смертность, уже теперь пишут, пишут, вообще страшно читать, наступит уже, уже где-то в середине 21 века. Если нет Бога, нет души, нет вечности, какой ужас! Перед чем-то настоит человек, перед неизвестно, что с ним случится в следующий даже момент. Всё одно случай, одни случайности. А если есть Бог, ничто не происходит без воли того, кого мы именуем Бога любви и премудрости. Вот выбор, выбор. И как же сделать этот выбор? Уже эта картина уже показывает, а если мы ещё вспомним о другом, о другом, что аргументы в пользу бытия Бога очень многочисленны. Вы слышите? Очень многочисленны. И сам окружающий мир, потрясающий с его красотой и целесообразностью, я говорю, природный мир, самоустройство человека, это поразительное. Уже говорят, уже говорят о том, что должен быть какой-то источником ум. Ум должен быть источником, а не просто какой-то хаос. а другая точка зрения что говорит? Однажды пришлось спросить одного доктора философии, пришлось задать ему такой вопрос. Пожалуйста, скажите, что надо сделать даже образованному человеку? Что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Не забудьте этот вопрос. Что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Он замолчал. Я сказал, ну что же, вы не знаете? Сходить на тяжелый рок-концерт, и все будет в порядке. И убедить, что там его нет. Ну, вот так. поэтому, что такое вера, и как она возникает? Я думаю, она возникает из стремления человека к исканию смысла жизни, к исканию святости жизни, к исканию, если хотите, цели, цели в жизни. И здесь человек на этом пути, на этом пути, он обязательно придет к вере в Бога, ибо здесь только открывается то, что он ищет. и истина, и смысл жизни человеческой. Вот так. Что для вас является чудом? Ну, какая разница для меня является? Мало ли для кого, что является чудом? Вот я увидел вот эту икону, о которой я вам сказал, и я был поражен. Я говорю, это чудо! Это как же можно такое написать? Я просто удивлен! Это уже чудо! я скажу, самое большое чудо для человека это то, когда он убеждается чисто внутренне в присутствии того, кто именуется Богом. Тогда мы говорим, да, это чудо! Потому что множество явлений в нашем мире, которые могут выглядеть как чудо, но они ничего не дают. Если бы мы сейчас воскресили наших прадедушек, прабабушек и показать бы им мобильный телефон или телевизор, они бы ахнули бедные, что с ними было бы? Сказали бы чудо! А мы знаем, что это не чудо, это естественный процесс развития техники и больше ничего. Мне кажется, чудом является только те события, те события, которые для меня внутренне убедительно свидетельствуют о том, что да, есть Бог. Вот так я думаю, что есть чудо. Как вы относитесь к протестантизму? Ну, я вам уже сказал, что протестантизм, видите, как объявил, что только Писание и всё. И тут же рассыпался и рассыпаются до сих пор как горох. Потому что каждое Писание понимает по-своему. Нет! Если мы возьмем просто Евангелие, то этого недостаточно. Почему мы говорим? Необходимо читать объяснение этого Евангелия. Объяснение его необходимо читать у авторитетных источников, у святых отцов. Почему у святых? Ну, понятно. Понятно почему. Потому что у них чистые души, чистые мысли, ясное видение, а не так, как у нас. Потому что они очистились от страстей. Вот чем мы отличаемся от протестантизма. Не только этим, но хотя бы этим. Ну, вот ещё вопросы такие. Знает ли Бог о том, спасётся тот или иной человек? Или погибнет? И, наверное, такой интересный вопрос нам для вас. Спасутся ли китайцы? Да. Ну, поскольку мы говорим о том, что Бог всеведущ, значит, Он всё знает. А вот насчёт того, что спасутся ли китайцы, я вам скажу так. Меня интересует другой вопрос, куда более серьёзный. Спасутся ли православные? Китайцы-то не знают ничего. И Бог знает, что они ничего не знают. А вот православные это знают. И поэтому меня очень беспокоит вопрос, спасутся ли православные. Правда, вопрос важный. Вот это да. Об этом слайд, подумаю. Во всех ваших лекциях красной нитью проходит, что Господь это любовь. Что Он не наказывает нас и наших детей за грехи. Тогда не совсем понятны слова молитвы детей за усопших родителей. Вем, Господи, как и Ты судил мира сего грехи и нечестия отцов, наказуешь их в детях, внуках и правнуках даже до третьего и четвёртого рода. Это вопрос, конечно, о том, как понять молитву за умерших. Я так понимаю. Это вопрос действительно очень такой важный для нас, для всех. Мы всё забываем, что мы не горох в мешке и горошины, знаете, друг с другом. Одни близко соприкасаются, другие дальше отстоят. Мы одно тело живое. И особенно близко, является одним, я бы сказал, единым органом. Посмотрите, какое огромное количество клеток в сердце, например, в печени, в лёгких и так далее. Как они близко соприкасаются. Не горох, а клеточки. И оказывается, что состояние любой клеточки очень сильно воздействует на состояние всех других клеточек. один студент что-то такой с кривой физиономии ко мне подходит. Можно на лекции? Я говорю, а что с тобой случилось? Да зуб болит. Я говорю, ну и что? Ну и пусть он болит, а ты тут при чём? вам бы только шутить, Алексей Ильич. Да-да-да, вот оказывается, участь и состояние всех наших близких в огромной степени зависит от того, кем мы являемся. если мы хотим помочь своим усопшим близким, так, то мы должны сами, сами мы хоть немножко исцелиться, хоть немножко освободиться от своих болезней. И тогда исцеление моего зуба оказывается очень здорово повлияет на всё моё самочувствие. Ой, всё, ура, зуб не болит. Слышите как? Вот что означает молитва за усопших. Это не просто молитва Господь за него. Молитва за усопших только тогда действенно. Прошу запомнить это. И, кстати, не только за усопших. Почему это решили? Только за усопших. Из-за своих детей, родителей, друзей, за кого угодно. В той степени действены наши молитвы, в какой степени мы сами очищаемся. исцеляемся. Поэтому, если мы хотим помочь своим близким, усопшему или другому, нам что надо делать? Стараться насколько возможно, насколько это только в наших силах, начать жить по-христиански хоть немножко, поисповедоваться почаще, почаще причащаться, вы слышите? Почаще воздерживаться от всякой гадости, понуждать себя, понуждать себя к каким-то добрым хотя бы делам. Это наше исцеление, наше, то есть меня, зуба, так, поможет, оказывается, и моим родным, и моим близким. Вот в чем суть молиться заусопшим. А не в том, как это некоторые думают, надо Господа Бога умолить, умолить о том, чтобы Он помиловал. Так вы что думаете, что Бог не любовь, что ли, есть? Правильно пишете? Бог есть любовь, Он готов каждому сделать все, что можно, но нельзя исцелить человека без воли самого человека. Человек должен пожелать, человек должен хотеть. И вот взаимная любовь, которая связывает меня с другим человеком, она является тем действенным средством, благодаря которому я могу помочь очищению другого человека от его тяжелого состояния. Вот что происходит-то. А не будто бы Бог, вот сейчас, знаете, грозный, а теперь я ему подарочек преподнес, упал на колени, и он смилостивился, стал более любеобильным. Да ничего подобного. Мы меняемся, и меняется, и тогда меняется вокруг нас, и все те, кто с нами связан. Вот так. Знаете, как у Серафима Саровского есть интересное слово? Приобрети дух мира, мирный, и вокруг тебя спасутся тысячи. Здорово сказано. Ух, как сильно. Вот в чем сила и наших молитв. Поэтому, поэтому и церковь, церковь предлагает эти молитвы, предлагает и призывает к ним. Согласны ли вы с тем, что Святое Писание Библии написано святыми Божьими людьми под воздействием Духа Святого Господа? А точно верите ли вы в это? И отсюда второй вопрос. Зачем или почему нужно читать для расшифровки своих отцов, если они не вошли в 66 книг Библии? Вы ставите под сомнение то, что Господь откроет смысл и другое вот про динозавров, про археологию и про количество лет нашей планете Земля. Что такое существует? Ну, я же только сейчас говорил, если бы, кстати, я неоднократно встречал это, когда протестанты мне говорили, Библия объясняет сама себя. Я говорю, ой, как замечательно. А почему тогда вы кальвинист, а он ветеранин, а этот методист, а тот англиканин, а этот католик, а я православный, если она сама себе объясняет? И тот раскрывает глаза. Для него откровение. Если бы, в том-то и дело, что Библию саму оказывается, мы можем, к сожалению, понимать весьма по-разному, потому мы обращаемся к тем, кто просвещен тем же Духом Святым, которым и написано Священное Писание. Понятно? Тем же Духом Святым, которым Священное Писание написано. Поэтому мы говорим, только через них мы можем узнать действительно правильный смысл очень многих вещей, которые содержатся в Евангелии. Вот протестантизм говорит, только верою, только верою мы спасаемся. Ура! И первым долгом, вы помните, когда лютер отменили тут же, отменили, отменили все посты, отменили монашество, сам он, будучи монахом, женился на монашке, вот, и тут же началось, и вы знаете, во что это превратилось? В одну внешнюю церемонию, внешние церемонии, и больше ничего, о духовной жизни никакого представления нет, совсем, просто странно даже, странно слышать, никакого представления нет об этом. Вот и протестантизм весь рассыпался, почему? А потому, что вдруг решили, что, что они, каждый человек способен сам понимать, сам понимать Библию. И вот, и сотни, сотни разных направлений. Мы говорим, нет, нет, правильное понимание нам дают святые, святые, а не мы. И тогда, действительно, благодаря этому православие еще существует, пока мы держимся вот этого важнейшего критерия в христианском, в христианской жизни, в христианском понимании Писания. Что такое смерть, и как ее воспринимают, когда все в душе, воспринимать, и как все, когда все в душе протестуют против смерти, и как переносить разлуку с умершими, чтобы никого не обвинить. И вот еще о том, что по нас забыла, как называются, когда люди очень сильно болеют и трудно умирает, то можно в некоторых странах это сделать, то есть, наверное, предать смерти, если это захотят родные, почему? Ведь человек создал Бог, и никто не имеет права делать это, пока он не возьмет. Я вам скажу, один профессор нашей академии, такой есть Осипов, написал книжку из времени в вечность, посмертная жизнь души. Если кто хочет, можете посмотреть, он там кое-что говорит, говорят, что он там был, все высмотрел, все и написал. Это очень здорово. Правда, у меня вызывают сомнения очень большие, но что делать? Человек рискнул все-таки это сделать. Так что, может быть, там что-то вы и найдете. Да, некоторые подробности достаточно, достаточно интересные. А насчет эвтаназии, да, в Голландии уже это введено, уже две с половиной тысячи человек, по крайней мере, по данным, по запрошу, по-моему, год, уже воспользовались законодательным разрешением о том, чтобы по их просьбе врачи дали им соответствующие средства, и они уснули навечно. Эвтаназия. Эв, знаете, это хороший, хороший, эв, добрый, такой, прекрасный. Фанатос – это смерть, то есть, такая легкая смерть, эвтаназия. Да, уже это начинается в Европе. Но не удивляйтесь, не удивляйтесь, еще в 19-м столетии в Германии был такой философ Ницше, я думаю, что многие слышали его имя, да, и он прямо писал, прямо писал, больной – это паразит общества. Слышите? И в некотором смысле, так, то есть, в определенном смысле, нехорошо продолжать оставаться, жить и так далее. Так что, эта идея уже давно. Если нет Бога, нет христианских принципов жизни, я вам скажу, все возможно. Если кто смотрел фильм «Братья Карамазовы» или, может быть, читал «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского, то те могли обратить внимание на изумительную беседу Ивана Карамазова, старшего сына с приживальщиком, то есть, с бесом, я бы очень советовал еще раз это прочитать. Потрясающее по глубине. И он там, в частности, говорит, пишет, «А если Бога нет, тогда все позволено». Какая разница? Человек жил, умер, и все окончено во веки веков. Никакой ответственности личность не имеет, ни перед кем, никакой вечности нет, души нет, ничего нет. А если Бога нет, то все позволено. И Ницше это выразил с такой прямолинейностью, я бы сказал, жуткой даже, больной это паразит общества. Это вопреки христианскому принципу любви каждому человеку. Вопреки христианскому принципу понимания, что человек – это личность, и каждая личность имеет и необходима, имеет необходимость в любви, в сострадании, в помощи от своих собратьев, от своих близких, от своих друзей. Любой, вот высший принцип христианства, полная жесткость, я бы сказал, жестокость там, где нет, где нет этого Бога любви в человеческом сознании. Вот так. Что такое глобализация, как к ней относиться, есть ли благо в экуменизме, если нет, то в чем опасность, почему чрезвычайно мало священники говорят про исихазм в своих проповедях? Глобализация, дайте мне записку, глобализация от слова, знаете, скажем, глобус, то есть земля, то есть охват, охват, охват всего, мира. Но вы знаете, что такое глобализация по-американски, мы видим. Видите сейчас, что такое глобализация по-американски? Это сатанизм. Как только, посмотрите, Ливия, цветущая страна была, жемчужина Африки, теперь что? Руины, кровь и страдания. Сербию, возьмите, что только делать, Ирак, Афганистан, их что только куда не прикоснется, теперь лезет всюду. Это идея, идея дикого, силового господства. С насилием чем? Культурным. Я помню, в Индии подходили и говорили, с ненавистью к Америке, они уничтожают нашу культуру, они уничтожают нашу нацию, они уничтожают все национальное, все даже под гребенку только так, как говорит Америка. Вот, к сожалению, что такое глобализация в настоящее время. Она идет откуда? Из этого адского источника, какого-то сатанинского источника. Что этот сатанинский источник уже не приходится сомневаться. Обратите только внимание, хотя бы, на множество программ, даже по нашему телевидению, когда что показывают, что показывают ангелам, показывают героям, показывают справедливость, показывают честность, показывают целомудрие, чистоту. Вы что, гадости показывают, крови, насилие и непрерывно питают этим сознание людей. Дерево узнается по плодам. И вы слышите, какие плоды мы видим? Почему бы не показать все чистое и прекрасное? Нет, наполняют душу гадостями этими. По плодам дерево и узнается. Кто же может только такие вещи непрерывно показывать, транслировать? Кто? То, то сам ночь является таковым. Не может, не может порядочный человек показывать, культивировать, пропагандировать всякие гадости. Разве это непонятно? Сейчас я вот был, вот только во Франции был, посмотрел, включил телевидение, какие-то мультики, те же дьяволы, дьяволочки, что и у нас. Весь мир охвачен, один центр. Вы слышите? Прямо всюду единодушие полное. Дьявольщина, дьявольщина. И надругательство над человеком. Вот что такое глобализация. А что делать с религией? Вы себе представить не можете. Идёт, идёт быстрейший, скорейший, усиленный процесс стирания граней между всеми религиями и образования одной религии, в которой, в этой религии не имеет никакого значения. Как вы думаете, как вы понимаете, Бога, как вы относитесь к нравственным каким-то постулатам, это не имеет никакого значения. К совести не имеет никакого значения. Единой религии, в которой, в которой только одно остаётся. Смысл жизни в чём? Здесь, на земле. И всё. И больше ничего нам не надо. То есть, дикий материализм и буквально какой-то сатанизм. Вот к чему идёт сейчас процесс. Вот что такое глобализация. Экуменизм. Ну, по самой идее экуменизма какова? Это объединение всех христианских конфессий в одну церковь. Люди, непонимающие, думают, ой, как хорошо. Ну, просто, действительно, это полное непонимание. На самом деле, это есть не что иное, как полное смешение. Вы слышите? Смешение совершенно разнородного, взаимоисключающих элементов. В экуменизме никто не заботится об искании истины. Заботится не искание истины, истинной церкви, а заботится о другом. Как бы объединить всё то, что есть в одно. Вы слышите? В одно объединить. Все ложь, заблуждение, ереси, если хотите, отступление и так далее. Соедините с истинной веры всё в одно и образовать одну религию. То есть, и всё та же глобализация. Мне самому приходилось неоднократно соприкасаться, когда меня убеждали, Христос не воскрес. Вы слышите? Это мне профессор говорит. Я говорю, ну давайте посмотрим, что это значит. Ну, знаете это. Это просто поразительно. Во Франции 84% христиан считается. Так? Из них половина не признают Христа Богу и остаются членами церкви. членами церкви. Их никто не отлучает ничего. Треть не признают Евхаристии причине и остаются членами церкви. Реформатская церковь Франции уже сейчас допускает к причастию пожалуйста, подходи кто угодно. Ну, мусульманин захотел? Ну и пожалуйста. Буддисту? Ну и пожалуйста. Кто угодно? Вы слышите? Вы слышите, что идёт? Это уже что за экуминизм такой? Всё тот же глобализм. Глобализм под флагом чего? Вот это смешение всего. Помните древо познания добра и зла? Это смешение добра и зла. Это то, о чём писал Дмитрий Мережковский. Ну, кто-то, может быть, слышал это имя. Один из наших так называемых богоискателей начала 20 века. Писал тогда «И зло и благо два пути ведут к единой цели оба и всё равно куда идти». Слышите? К единой цели и зло и благо. Вы слышите, что творится? Апостол Павел пишет, «Какое общение света со тьмой и Христа с Вильяром». А тут и зло и благо ведут к единой цели. Вот, что такое. Так что экуменизм по своей сущности, об этом много можно было бы говорить, по своей сущности, это одно из звеньев вот той глобализации, которая сейчас бурно развивается в нашем мире. насчёт эсихазма, да. Слушайте, о чём мы говорим эсихазм? Да мы одной минуты не можем помолчать. Эсихия – это молчание, причём молчание не только языком, а в мыслях даже, в уме молчать и не праздномыслить. Что такое праздномыслить? Не зломыслить, тем более. Не мысли всяких гадостей. Эсихазм – это люди, которые очистили свой ум, очистили своё сердце. Это нам-то эсихазм сейчас говорить, Боже мой! Да нам, Господи, дай Бог, хоть немножко, нам хоть бы поменьше осуждать друг друга. Враждовать друг с другом. И так далее. Хотя бы от самых этих скверно грехов освободиться. А тут нам об эсихазме. Ой, не даром у святых отцов есть выражение. Видишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Ох, как точно сказано! Так что ж не будем. Правильно батюшки делают, что молчат об эсихазме. И тут просят провести, наверное, отзыв по литературе ныне издаваемой. Книги Ткачёвой «Православная Русь против Хазарии». Вы знаете, книга насыщена Грачёвой, да, Грачёвой. Насыщена огромным количеством фактов, причём фактов таких, которые просто приходится удивляться, как ещё она остаётся и жива, и невредима, и ещё печатается, её издают, и так далее, когда она насыщена поразительными фактами. Обычно такого не бывает. Это первое, что удивляет, удивляет. Второе, что она видит идеал нашей жизни, нашей государственной жизни в царе-батюшке. Будет царь, такой придёт царь. И всё это пропагандирует с огромной силой. Знаете, и даже просто, видимо, не понимает совершенно. Ну, хорошо, но вот сейчас Путин объявит себя царём. И что дальше? И что дальше? Или что, нужно обязательно, чтобы от того, чтобы там хоть капля крови была, капля там Романовых, а точнее, не Романовых, а кого там, потому что у Романовых, вы знаете, сколько уже крови осталось русской-то? Они в течение всего 1918-19 века всё время женились же на немках, вы же знаете. Так что, сколько там осталось крови в наших последних императорах, это там, я не знаю, односотый это есть, и то сомнительно. Так? Ну, хорошо. И что? Царь, что, при чём тут царь? Вот, пожалуйста, вам верующие. Вот вам президент верующий, премьер верующий. Дальше что? Ну, вот царь верующий. Что дальше? Да разве дело в этом? Царь тогда хорош, когда есть атмосфера соответствующая, когда есть, действительно, окружение, большое окружение истинно православных людей, тогда бы ещё это могло быть что-то такое. А так, думают, появился, избрали царя, и всё в порядке, и спасение России. Какая-то идеализация, какая-то странная идеализация, несерьёзный просто подход, погоня за словами. Нужно говорить не об этом, когда будет царь, а о том, чтобы люди стали православными. Будут они православными, наш народ, тогда всё будет. И царь тогда будет православный. А тут всё наоборот, думают поставить царя, и тогда Русь станет православной. Такого не бывает. Всё перевёрнуто с ног на голову. Сейчас церковь, пожалуйста, свободна. Пожалуйста, проповедуйте православие сколько хотите. Ходите в храмы, молитесь, причащайтесь. Кто вам мешает? Никто не мешает. То есть, в этом отношении идеальная ситуация. Кстати, такой ситуации при царе не было. Как Пётр I патриаршество уничтожил? Потом Павел I объявился главой церкви даже. Вы слышите? Когда Николай II в 905-96 годах дал свободу всем вероисповеданиям, слышите? Кроме православной церкви. Святитель Иларион Троицкий, наш святой, писал с горечью, Боже мой, все собирают соборы, все избирают своих предстоятелей. Одна русская церковь только не может ни созвать собора, ни избрать патриарха. Николай II не разрешил. И вы знаете, собор когда состоялся, только после его отречения. Так что, видите, какое дело? Не в царе, а в народе. Она же, Грачева, все перевернула, все наоборот. Поставит царя, и все, мы начнем. Ну, как вы помните, когда что писали, только стоит канонизировать Николая II семьей, и все, и Русь будет спасена. Канонизировали. И каким я был, таким остались. Вот в чем дело-то. Поэтому там какое-то недомыслие, но которое может привести очень многих совсем не туда. Вот так. Ну, а факты, которые нас сообщают, конечно, это поразительные, хотя, правда, она не делает ссылок. Факты, конечно, там сильные. Вот. Он также просит рассказать, пожалуйста, о хасидизме и Бен Ладене. И почему Россию называют сейчас новой хазарией в Европе. Ой, вы знаете, я прошу вас, прошу вас, когда корабль тонет, или находится, по крайней мере, вот, буря идет, то все-таки самое главное, чем мы должны заняться, сделать все возможное, чтобы корабль не потонул, и мы спаслись. А если мы начнем во время бури начнем заниматься, так, а из какого дерева сделаны эти каюты? А где эти деревья росли? А что это за материалы, которые обклеены? Ну, разве можно нам сейчас этим заниматься? Ради Бога! Мы должны хоть немножко познакомиться, сказать, что это такое православие? Чему оно учит? Чем оно отличается от других конфессий и религий? Как нам спастись? Вот о чем надо думать. А это все, вы знаете, вопросы, ну, второстепенные. Мы не будем этим тратить на это время жизни. Мы слишком, учтите, мало живем. Дни, часы идут, дни бегут, а годы летят. Не забудем об этом. Как вы относитесь к предсказаниям Настердамуса? Он сам сказал, как он к этому относится. Я вижу, как бы в туманном зеркале и вращающемся колесе. Вот так. Оставим все эти пророчества и глупости. Пожалуйста, расскажите о значении таинства венчания. Есть какое-то глубокое заблуждение, которое сидит, сидит очень во многих. Что будто бы таинства сами по себе могут что-то дать человеку. Нельзя же так думать! Крещение – это не пропуск в Царство Божие. Причащение – это не все уже спасение. Так же и прочие таинства. Таинство – это только помощь человеку, желающему, стремящемуся. Тогда таинства помогают. В противном случае таинство бездейственно. Вы слышите? Бездейственно. Один из святых, Кирилл Иерусалимский, писал, если ты лицемеришь, ну, не веришь, пустой, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Как вам это нравится? Трижды окунули, прочитали молитвы, Дух Святой крестить не будет. Ох, если бы сказал какой-нибудь богослов сейчас, мы бы им показали, где раки зимуют. А это святой. Марк Подвижник пишет точно то же самое, преподобный Марк. Если ты с верой принимаешь, то Дух Святой тут же тебя крестит. А если в тебе нет этой веры и согласия, то и по крещении ты остаешься пустым. Слышите, какие вещи? Серафим Саровский говорит, на земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Вы слышите, что пишут о таинствах? А у нас взгляд такой. Таинство, как магия. Главное, надо сделать. И все. То же самое относится и к венчанию. Однако мне говорит, вот мы будем венчаться. Как вы? Я говорю, а муж-то как у вас? Ну, он согласен креститься перед венчанием. Я говорю, да креститься-то ладно, он согласен, слышите? Никто веру имеет и креститься спасен будет, а он согласен, чтобы его крестили. Я говорю, слушай, ваше венчание может оказаться просто пустым. Нет, что вы, что вы. Так, ну ладно. Что дальше? Проходит два года. Ой, мы разводимся. Я говорю, что такое? Мы в Елоховском соборе венчались. Я говорю, ну и что? Я говорю, помните, я вам говорил, если у вас нет веры, нет обещаний друг другу по совести жить по вере христианской в браке, то никакого прока у вас не будет. И так оно и есть. Венчание не магия, а все думают, главное обвенчаться, и уж тогда мы не разойдемся навеки. Да ничего подобного. Любое таинство, совершенное только чисто внешним путем, без соответствующей веры, принимающих таинство, ничего не даст человеку. Слышите? Иоанн Златоуст пишет, что в Иуду после причащения вошел сатана. Слышите? А апостол Павел пишет, тот, кто недостойно причащается, оттого многие из вас болеют и умирают. Вы слышите, что такое? И это относится не только к причастию. Не будем такими наивными детьми. Это относится к любому таинству. Поэтому венчание только тогда имеет божественную силу и дает благодать людям, когда они принимают это с верою, благоговением, с обещанием друг другу никогда никаких измен и быть верными до гробовой доски. Вот только когда это таинство имеет значение и силу. Они просто само пусть они венчались. Венчались. Он идет, он идет, ухмыляется, она не знает, что делать. Он согласился. Или напротив, она там согласилась. Неверующие или полуверующие люди во что превращают таинство. Надо запомнить, кто веру имеет и и дальше можете любовь и таинство поставить. креститься, причащаться, венчаться и так далее. Нельзя обессмысливать таинство. Таинство не магия. Это в магии важно сделать то-то, то-то, и все будет в порядке. И ты погиб. В христианстве другое. Если нет веры и обещаний Богу доброй совести, никакое таинство нам не поможет. Вот так. это надо помнить. Знакомо ли вам чувство ревности у мучивающей? В чем спасение от него? И расскажите, пожалуйста, о классификации страстей и добродетелей. Так я должен поисповедаться сначала или как? Такие слова еще. Благими намерениями выслана дорога в ад. Ну вот, как хорошо. Ну ладно, на второй вопрос так и быть отвечу. То, что мы очень много мечтаем. У нас мечтательности много. Жизни нет, а мечтаний полно. Вот обождите, сейчас мне пока некогда жить по-христиански, я вам раскаюсь так и быть. Сейчас пока некогда, но обождите. Придет время и я займусь. Буду не есть, не бить, только молиться и не знаю еще что сделаю. Но сейчас пока мне просто некуда, понимаете? Дел полно и обстоятельства не позволяют. Но обождите, обождите, я еще займусь собой. Вот какими благими намерениями ад действительно вымощен. Прямо в ад. Вот так. Патриарх Тихон обличал в своих воззваниях советскую власть, называя все своими словами. А патриарх Алексей призывает народ к покаянию. А патриарх Кирилл молчит за эти 20 лет опять развалили, что кончится. И когда кончится версии полуправды. Ну вот видите, оказывается, есть много людей, которые хотят ответить. Я могу даже не отвечать. Я вам только хочу сказать одно, что патриарх Тихон это сказал в 17 или в 18 что ли году, так? А в 22 году он сказал нет власти, которая не от Бога и полностью принял советскую власть. Как уже? Потому что тогда, в то время, это были революционеры, это были противники власти, и он осудил их. Когда же он увидел, что это уже стало властью, тогда он принял ее, несмотря на то, что ее непрерывно и арестовывали, и гнали, и, в общем-то, и мучили. Вот в чем дело. Вот какова ситуация. Еще раз повторяю, задача церкви не в том, чтобы заниматься политическими вопросами. Если мы ими займемся, это будет очень жалко. Задача церкви воспитание людей, чтобы люди стали истинными христианами, тогда будет действовать закон. Дух творит в себе соответствующие формы. Вот как. Людей воспитать. Потому что, обратите внимание, все эти революционеры, все эти перевороты, все эти перестройки, на что надеются, что вот мы перестроим вот эту внешнюю жизнь, и все будет благо. Ничего подобного не будет. Человек остается пока тем же, никакого блага мы не получим. Человека надо изменить. А эти все внешние изменения, они только меняют форму. Вспомните всю эту историю. Революция. Так, раз, свергают богато. И кто? Рабы становятся на их место, становятся богатыми, и начинают так же протестять тех. Только перевернули, и все. И так одно идет за другим. Почему христианство и говорит, до тех пор, пока не будет меняться человек, никакие внешние формы не изменят ситуации. Всегда будет насилие, всегда будет эксплуатация, всегда будет неравенство. Всегда. Почему? Страсти, еще бы. Кто палку взял, тот и капрал. А все прочие, извольте слушаться. Вот какова ситуация. Вот так. Почему в православной церкви так сильно принижена роль женщины? Почему они не могут стать священниками? Я все время, знаете, как-то в Австрии, я помню, ждал одного знакомого католика, монаха, иезуита, и пришел к этому как раз монастырьку, и думаю, дай-ка я зайду, захожу, начинается богослужение. А перед этим меня просмыхнула какая-то девушка, там, так, жду, начинать богослужение. Смотрю, стройными рядами выходят монахи, и потом выходят на амвон, выходит настоятель монастыря, и с ним эта девушка, и начинают петь предначинательные псалмы, дуэт. Я после этого монаха, который вышел, говорю, слушайте, а меня нельзя в ваш монастырь? У вас такие симпатичные девушки, тут какая красота! Прямо мужской монастырь лучше и быть не может. Слушайте, что такое будет, если женщины сейчас, девушки наши симпатичные в алтаре, ой, как служить будет приятно, ой, лучше не придумаешь. Прямо немедленно тогда придется принимать сан и служить вместе. Ну, что вы! Я говорю, чисто даже психологической стороне. Причем тут? Каждому свое место. Божья Матерь величайшая из святых. И она не была священницей. Если вы посмотрели, встретились с этими фаминистками, то вы увидели, вы только их психологию увидели. Это такая гордыня, что просто диву даешь, все. Вы что думаете, они равенство требуют? Ничего подобного. Они говорят, не равенство, а господство уже. Ну, что вы! Просто гордыня, ничем, ничем не обоснованная. А зачем это? К чему это? Почему это? Ну, это, об этом надо, я бы мог вам, так сказать, сказать, аргументы, все. Это, в общем, долгая история. Да. Нет никаких, для этого, никаких, никакой необходимости даже в этом нет. Просто одно тщеславие. А почему? Ну, ну, почему? Давайте в шахту тоже спускаться вместе. А почему шахтеров нет женщин? Я считаю, это ненормальность. Вообще, как от дискриминации. Вот. И еще можно кое-что, можно многое придумать. Почему в последнее время участились нападки на церковь, на патриарха? Вот. Нужна ли в церкви реформа? Почему РПЦ не покается за свои многочисленные прегрешения нашего времени? И ваше отношение к участию Чаплина, Кураева в различных телешоу? Иоанн Затауст, один из таких очень больших авторитетов церкви, писал «Худшее из гонений – это отсутствие гонений. Не дай Бог, если у нас не будет гонений. Пока, слава Богу, это гонения словесные. Только гонения, знаете, что это такое? Это холодный душ, который тонизирует человека. А когда тёпленькая водичка, там человек расслабляется, знаете, в ванной в тёплой и лежит расслабленный. Худшее из гонений – отсутствие гонений. Поэтому, слава Богу, что они есть. И это потому, что помогает, может быть, нам, по крайней мере, многим должно это помочь, христианам, хоть немножечко организоваться в самих себе, вспомнить о том, к чему мы призваны. Что призваны не просто называться христианами и православными, а быть ими. Это очень полезно. Поэтому никому не рассказывайте, но я скажу, да, слава Богу, что эти нападки есть, и дай Бог, чтобы они были и дальше. В стране духовный упадок, как к этому относиться, как относиться к произволу властей, что закон, ювенальная юстиция. Ну, вот везде пишут. Насчёт политики, я вообще никогда хочу, это противное дело, касаться политики. Потому что, скажу вам так, политика всегда одна ложь. Там всё надо понимать не так. Или наоборот, или совсем не так, как есть. Всегда там всё. И во веки веков там не разберёшься. Потому что, мы не знаем никогда кухни, на которой всё варится, всё это. И подаётся наверх. И подаётся. А мы не знаем ни поваров, ни рецептов, ни тех снадобий, которые там употребляются. Это надо понимать. Только там, наверху стоящие, они только знают, что, почему и зачем. А мы ничего не знаем. Нас только кормят вот этими бросками некоторыми. Часто отвлекая совсем не туда, куда надо. Вот, что такое политика. Насчёт ювенальной юстиции, я вам скажу. Не дай бог, если она у нас войдёт. У нас достаточно было органов опеки. И они есть. А это что такое ювенальная юстиция? Это создаётся такой орган, который, который независим ни от какого закона. Не подсуден никому. Вы слышите? Никому. Никому. Вон у этой нашей Захаровой отняли во Франции там эта дочь. Так обращались и к Миттерану, и к Путину. Ничего. Они выше всех законов. Это для чего такое делается? Зачем это делается? Потом. Подобрали бы всех бомжей. Сколько у нас детей беспризорных. Займитесь ими. Нет. Лезут куда? В семьи. Подчас благополучные. Где дети и родители любят друг друга, но не имеют действительно достаточных материальных средств к существованию. Так займитесь вы этим беспризорными. Или в конечном счёте. Так тогда езжайте на Кавказ, прямо в Чечню, Дагестан, Ингушетия. Начните оттуда. Езжайте туда. Только оттуда вы уже больше не приедете. Вот так. В нашем обществе процветает такой грех, как сквернословие. Матерная брань слышится из уст женщин, детей. Объясните, насколько это опасно и чем это грозит. Это, конечно, очень опасно, я вам скажу. Более опасно, чем мы думаем. Потому что, учтите, существует, как я говорю, закон резонанса. Какой закон? Всё то злое, нехорошее, непотребное, что исходит из меня, на самом деле, прежде всего, поражает меня. Вы слышите? Вот я на кого-нибудь, кого-то ненавижу, кого это мучает? Тот человек, может быть, даже и не знает, что я его ненавижу. А кто страдает? Я. Вы слышите? Это очень хороший пример. Почему Христос сказал, любите даже врагов ваших, потому что, когда я ненавижу, я страдаю. А Бог не хочет, чтобы мы страдали. Вы слышите, какое дело? Сквернословие является одним как раз из этих моментов. Каждое слово, оно несёт в себе определённый заряд. И когда я его выплёвываю, то я себя, прежде всего, поражаю. То есть, сквернословие, оно разрушает атмосферу нашей жизни. Слышите? Разрушает просто. И приходится удивляться, что иногда люди высокопоставленные и так себе запросто бросаются этими скверными словами. Разрушается атмосфера жизни. Вы слышите? Мы же беспокоимся о чистоте воздуха, правда? Какая грубятина! Об этом воздухе мы беспокоимся. А о самом главном человеческом воздухе мы не думаем. Слушайте, какое невежество! Слышите? Это невежество! Чем мы засоряем? Это всё равно, что вот сейчас в зал запустить какую-нибудь химическую дрянь. Что будет? Вот что такое сквернословие. Поэтому нужно всячески оберегаться от этого. Но, повторяю, прежде всего, это ранит самого человека. И затем, естественно, и других. Как вы относитесь к тому, что на Втором Вселенском Соборе, Константинопольском, из учения Иисуса Христа было изъято учение о перевоплощении душ. Я не знаю, где ты там? Какая дикая вещь! Во-первых, на Втором Вселенском Соборе этот вопрос даже не поднимался. Это раз. Во-вторых, в учении Иисуса Христа нигде нет и намёка на перевоплощение душ. В-третьих, на Пятом Вселенском Соборе вопрос этот рассматривался и было осуждено учение о предсуществовании душ. Потому что перевоплощение возможно только как, когда существует душа, которая потом воплощается. На Пятом Вселенском Соборе было осуждено это учение о предсуществовании душ. Поэтому никакого учения в Евангелии и в Церкви никогда не было о перевоплощении. Вообще, это такой обман. Это обман. Вы знаете, ну, сейчас я поживу, уж, ладно? А потом, когда я перевоплощусь в крокодила, вот тогда я, конечно, уже водонравственно совершенствоваться. Замечательно просто. Один английский философ Локк, он говорил, что если бы действительно имело место перевоплощение, то каждый человек помнил бы о том, что с ним было до этого. Ибо перевоплощается что? Личность. И я бы помнил. А здесь кого не спросишь, что-то никто не помнит. Что за беспамятство такое? Просто и не поймешь. Ну, вот так. Как совместить, люди спрашивают, работу военного служащего внутренних дел, органов внутренних дел, также в сфере шоу-бизнеса, ночные клубы, рестораны, как быть, если нет возможности поменять профессию? Действительно, это вопрос, вопрос очень серьезный, но мы вынуждены, вы знаете, я вам приведу простой пример. Вот у нас сейчас смертная казнь отменена, ну, то есть, моратория, но представьте себе, что она есть. Следовательно, там требуются люди, которые будут приводить в исполнение. И вот сейчас бы от этого места пришел бы чиновник и сказал, поддаем большую зарплату, назвал сумму. Так, кто из вас согласен приводить в исполнение смертную казнь, расстреливать? Многие вы согласились? Думаю, нет. Ой, извини, нет. Чтобы я расстреливал там кого-то? Или вешал кого-то? Что вы? Я к чему это говорю? Я понимаю, в какой трудной ситуации находятся подчас люди, но, тем не менее, существуют нравственные ограничения, которые переходить мы не можем. Это надо знать. Существуют они. Вспомните, были мученики, которые не просто там попадали в трудные условия жизни, а которые подвергались тяжелейшим истязаниям и не отрекались от веры. Это надо помнить. Это, может быть, нам поможет, немножко, когда мы окажемся вот в таких сложных ситуациях, так, когда мы видим, что если я буду здесь работать, то понятно, кем я буду и что я буду делать. Понимаю. Все, я здесь отступаю от Христа. Я просто отступаю, я предаю и все его. И здесь надо подумать. Итак, кем ты хочешь быть? Или, или, возможно, что завтра ты умрешь. Потому что мы не знаем, сколько мы проживем. Никто не знает. Вот так я думаю. во время домашней молитвы в церкви одолевают дурные мысли. Как с этим бороться? И отчего это происходит? Как научиться не бояться нечистой силы? Я скажу сначала о втором. Надо помнить христианину, кто действительно искренне верит, тот должен знать, не только нечистые силы, ни один человек, ни одна вообще тварь какая-нибудь не может приблизиться и сделать что-либо человеку без попущения, более любвеобильного и премудрого Бога. Не позволит он. Если бы он позволил, так сатана всех бы нас растерзал давним-давно в мелкие клочья. Поэтому нечего бояться нечистой силы. Надо прекратить. Это грех. Слышите? Грех. Бояться нечистой силы. У нас есть крестные знамения, которые отгоняют любую нечистую силу, которые сильнее всякой этой нечистой силы. Это очень важно помнить. С нами Бог. Всё. Со мной такой защитник, перед которым все трепещут. Это надо помнить. У каждого христианина он есть. А в отношении молитвы, да, этих помосов, я вам скажу, дело вот в чём. Первое. Не надо этому удивляться. Это показывает, что в нас сидит. Мы это не верим. Знаете, как я не верю? Подхожу к ложе. Чистая кристальная водичка. Беру палочку. Ой, как интересно. Пошевелил по дну. Такая муть. Боже мой. Жуть-то какая. Так и здесь тоже. Пока я не стал на молитву, кажется, и чистенький. Стал на молитву и начал шевелить этой палочкой. И вижу, что во мне есть. Надо не смущаться этим, а надо просто противостоять этому и продолжать молиться. Слышите? Не надо беспокоиться. Надо продолжать молиться. Надо, если длинная молитва, верите, что рассеиваешься, надо краткую молитву. Нам же святые отцы оставили такую замечательную молитву, оставили. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Кратко. Можно не рассеяться. Я вам скажу, вся нечистая сила сбежит от этой молитвы. Только надо почаще к этому обращаться. Вот так. Так что не надо смущаться. А это нам показывает, что в нас есть. Поэтому надо хоть немножко смиряться. Я-то думал, что я такой хороший. Ну, лучший в мире. Встал на молитву, и все ясно мне, какой я хороший. Слышите? До чего же я хорош? Только сказал Господи, и уже неизвестно что в моей голове всплыло. Вот так. Будем хоть немножко смиряться перед Богом. Перед Богом смиряться. И молиться не смущаясь. Вот так. Алексей Ильич, оставили бы вы своим внукам книги, оставшиеся еще от родителей. «Тысяча одна ночь», «Рембрандта», «Библиотека приключений» Джека Лондова, Вальтера Скотта. Ну да. Ну, «Рембрандт» мне, кстати, не очень нравится. Да. У нас куда получишь художники. Да. А эти книжки, ну что ж, это в юности можно почитать Вальтера Скотта, эти сказки. Хотя, правда, я бы дал бы один совет. Прежде чем давать какие книги своим детям, придется родителям посмотреть их. Это так не хочется. Ой. Нельзя. Книги – это пища. На стол мы ставим и что-нибудь испорченное не дадим своим детям. Не правда ли? Когда касается желудка, мы, оказывается, какие тут внимательные. Как только касается души, так мы совсем даже и не смотрим подчас. Нужно быть очень внимательным к тому, что читают дети, что они смотрят. Ибо все, что воспринимается человеком, это откладывается в его душе. Причем навсегда откладывается доброе и приносит ощущения и потом добрые. Злые, развратные и сатанинские вещи, они мучают душу. Вы знаете, вот я помню, в Финляндии у нас было одно собеседование, один из епископов сказал очень интересную вещь. Он сказал, что сейчас более половины жителей Запада страдают от какой-то безысходности, какой-то потери смысла жизни. Кажется, обеспечены, даже кажется, лучше нас, более половины. Там же любят, вы знаете, статистикой заниматься. Ох, какая интересная вещь! Я этого даже не знал. А почему? Потому что мы туда забрасываем в свое сознание и подсознание столько гадостей, что, боже мой, попробуйте в своей квартире где-нибудь в уголок, в уголок, даже прикрывая чем-нибудь, ну, туда гадости кладите. Потом, пожалуй, через некоторое время сбежим из самой квартиры. Так и здесь тоже нужно быть очень осторожным к той информации, которая проникает в нас. Очень осторожно. особенно через глаза, потому что здесь почти 90% информации. Вот. Нужно быть очень осторожным, нужно беречь себя. Слышите? Беречь себя и беречь своих детей. В чем смысл православие с точки зрения здоровья человеку? Если ему посылаются болезни, смерть, каков механизм? Если Бог дает самое лучшее, что подходит человеку, то зачем болезни, смерть и возможно ли исцеление здоровья? Что для этого нужно? И тут же еще пишут, какой иконе нужно молиться при опухолях? Слушайте, ну мы только об этом, что говорили. Все то, что именуется грехом, это же не есть какая-то выдумка, знаете, или Бог вот решил этим двуногим запретить жить как следует. Мы же говорили же о том, что что такое грех? Грех – это та рана, которую я наношу себе. А вы знаете, что мы же единый организм души и тела. И поэтому все те повреждения, которые мы причиняем своей психике, своим нервам, своему духу, своей душе, все они сказываются на чем? На нашем здоровье. Поэтому, если мы не хотим скорбей, в частности, и болезней, надо постараться как можно меньше грешить. Просто надо постараться об этом. Ведь посмотрите только, ну самые простые вещи, как много мы расстраиваемся из-за какой-нибудь чепухи, из-за самолюбия, из-за тщеславия, из-за того, что на меня не так посмотрели, мне не так сказали. Как мне рассказывали, один случай очень интересный. Да, батюшка сидел, да, и тут было две или три монахини, и он одной из них давал, селедочки, знаю, селедка была, и одной из них дал хвостик. О, Боже мой, сколько слез было, Боже мой, мне дал хвостик, а другим кусочки. Вы слышите? Вы слышите? Что это такое? Поним теперь, что такое страсти? Как мы расстраиваем себя, как мы мучаем себя, чем? Глупостями. Всякий грех есть рана, которую мы себе наносим, и она сказывается и на теле, а не только на душе. Поэтому, если хотим максимально сохранять своё здоровье, давайте постараемся не осуждать. Ну, какое мне дело для него, что он такой плохой? И да я ещё в тысячу раз, может, хуже. Оставлю его, не буду ему завидовать. Зачем это мне? Ругают меня? Ну, пусть ругают. Им хуже. А мне-то зачем? Хвалят меня? Да не буду я восторгаться. Помните, как у Пушкина? Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривая глупца. Правда же, как здорово. Вот так. Итак, хотим избавиться от болезней, постараемся жить правильно. Вот так. Ну, от опухолей, я не знаю, надо вот такие издаются, книжки целые, где всё расписано, от какой болезни, какому святому, какую молитву читать, какой молебен заказывать и так далее. То есть, целая магия, но православная магия. Какой кошмар! Это какой кошмар, я вам скажу? Это чистое язычество. Мы превращаем нашу веру в какое-то язычество настоящее. Какая беда! Я однажды, вот так, сидит большая аудитория, и я однажды грозно спросил, кому нужно молиться от пьянства? Все ответили, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед Казанской, или Владимирской, или Иверской, Божьей Матерью. Не поможет. Все, и? Я говорю, что и? До чего докатились? Так мы к кому же обращаемся, к иконе или к Богоматери? За сотни километров едем. Вот до чего дошли. Это какой-то уже, знаете, какая-то ограниченность уже доумственная, что ли, я даже не понимаю, до чего мы дошли. Икона есть образ, напоминающий нам о том, к кому мы обращаемся. А здесь что такое начинается? Вот, вот такая беда. Легко, оказывается, превратить и истинную религию православия, превратить в языческую религию. Да не будет этого. Правильно ли будет вообще убрать из квартиры компьютер, доступ к интернету и телевизор, чтобы дети, подростки не слушаются родителей и регламентируют просмотров? Неправильно, потому что дети не могут без этого. У них же даже в программах это есть. У них в школе это есть. Да, они должны смотреть подчас просто информацию, которую могут получить только оттуда. Это что за путь? Это путь силы. Надо воспитывать так. Да, и надо следить за тем, чем занимается. Вот что нужно. У меня есть знакомый, который говорит, вот там уже ученицы старших классов, можешь компьютером быть не более, там, полутора, что ли, часов. Строго. И попробуй только она. Все, она знает уже. А мы что делаем часто? Что мы делаем часто? Не сметь. И все забросить. И тут занимает чем угодно. Утонешь, не приходи. Ну, еще бы такая угроза. Да. Это, знаешь, и приучают детей не слушаться. Вы слышите? Не слушаться, прям приучают. Угрожают. Говорят о тех наказаниях, которые будут. И ничего не делают. Один внучок так, бабушка, а бабушка, вот мама говорит последний раз. Уже много раз. А когда же это будет? Последний раз. Вот, что мы делаем с детьми. И потом говорим, они нас не слушают. Да мы их приучаем. Ежедневно не слушаться. Нужна дисциплина жизни. Нужна. Разумная. Разумная. А избавиться от компьютера я едва ли вы сможете. Телевизор. Это, конечно, ящик, который... Зомб. Действительно, сатана в доме, да. Зомбо-ящик. Ну, что... Да, вот так. Это, пожалуй, и можно выбросить. Прото-евангелие от Иакова почему не вошло в Библию? И Иосиф Флавий это реально существовавший человек. Да. Дело вот в чем. Что в отношении Евангелия предполагается, что было какое-то прото-евангелие, на словании которого мы видим синаптические три Евангелия от Матфея, Марка и Луки. Предполагается, потому что там много текстов, которые очень близки и совпадают, но его нет. И это только предположение. Вот так. Его нет. А в отношении Иосифа Флавия это вполне историческая фигура, вполне историческая. От него же остались произведения. Сейчас... Какое там... Иудейские древности. Иудейская война. Две книги даже остались, поэтому это вполне историческая фигура. Поэтому, в чем тут сомневаться? Сомневаться нет никаких оснований. Так... Если человек боится причащаться из общей чаши, опасаясь заболеть, как правильно объяснить, что при участии в этом таинстве не заразишься? Ну, вы знаете, если нет веры, что здесь действительно... Потому что пока еще, вот, ни разу я не слышал, никогда, что произошло какое-то заражение от причащения. Ни разу никогда не слышал. Но если просто нет даже этой веры, то скажите так, там же вино. Причастие – это же вино. И оно, если хотите, служит этим... Тем элементам, которые дезинфицируют. Так что можете не беспокоиться. Вот так. Но если... Вы спрашиваете, как просто сказать? Ну, хотя бы так. Но никогда еще не было таких случаев. Почему служба в церкви не проводится на русском языке? Было бы понятнее. На это я всегда отвечаю, когда говорят, надо перевести на русский язык. Я обычно говорю так. Вы знаете, почитайте хотя бы пророк Пушкина. Вы знаете, сколько там славянизма? Да чуть ли не три четверти. И вообще славянский язык... Славянский язык – это, я вам скажу так, образно выражаю, стиль барокко. А современный русский язык – это стиль барака. Вы что предпочитаете? В чем быть? Вот в Священном Писании, пожалуйста, сейчас можно купить Евангелие. Можно купить, если хотите, даже богослужение. Это все можно. Потом, задача богослужения вовсе не в том, чтобы все понимать. Там достаточно того, что мы понимаем. Достаточно. А в том, чтобы создать атмосферу, в которой человек может хоть немного прийти в себя и помолиться. Вот в чем задача. Кстати, скажу вам, что после Второго Ватиканского собора Рима Католической Церкви, который закончился в 1965 году, и на котором было принято решение, наконец, о разрешении служить месты на национальных языках, то есть немецком, французском, итальянском и так далее, так количество присутствующих на местах сократилось в несколько раз. Все разводят руками, ничего понять не могут. Факт. Факт. Это поразительно. А мне кажется, что одной из причин это грубятина современных языков. Я говорю вам, если славянского переведете на русский, вы просто поразитесь, какая-то грубятина. Это прямо будет отталкивать. Я как-то однажды слышал в одном храме чтение на русском языке Шестапсалмия. Настолько привыкаешь к славянскому. Я просто подумал, Боже мой, да что ж это такое? Вот, оказывается, славянский язык – это изящество. Поэтому, ну, просто немножко надо привыкать чуть-чуть. Ну, привыкать. Некоторые слова спрашивать. Не так много уж там надо. Зачем все даже уж понимать там? Ну, в конце концов. Не так это важно. Так уж нам это требуется. Стоим, мечтаем, Бог знает о чем. Только Отче наш Иже-Еси и на Соломоновых островах. Боже. Вот так. Вот какие вещи. А тут нам давай все, что было. Это чепуха, я вам скажу. Это не резон. Внемлем, да? Вместо Вомлем. Ну, да. Нет, ну, есть вещи, которые можно перевести. Можно перевести. Некоторые вещи, да. Адаптировать надо. Не переводить, а адаптировать текст надо. Как это и делалось в истории русского богослужения. То есть адаптировали постепенно. Например, утренние молитвы. Знаете, есть такая утренняя молитва. Внезапно судья приедет. Так? А вот у меня служебник немножко есть в издании постарше. Там, знаете, что написано? Напрасно судья приедет. Ну, понимаете? Ну, взяли, конечно, перевели. То есть не перевели, а слово объяснили. Внезапно, а не напрасно. Это надо делать. У нас, например, в Академии Евангелия читаются там некоторые вещи. Блаженно чрево носившие тебя и соса питавшие тебя. Как хорошо. Все понятно. А не так, как обычно читается. И я не хочу повторять. В житиях святых описываются случаи, когда женщины заканчивают жизнь самоубийством ради сохранения чести и целомудрия. Но ведь самоубийство – страшный грех. Могли бы вы прокомментировать? Ну, я думаю, она поступает в этом случае правильно. Это мое мнение. Правильно поступает. И если, когда она это может сделать, то я считаю, что она просто мученица, а не самоубийца. Разве на войне, когда человек военный взрывает себя вместе с подскочившими к нему, это что, самоубийство разве? Разве тот человек, который, находясь в стане врага, вызывает огонь на себя, это что, самоубийца разве? Нет, конечно. Нельзя смешивать. Да. Самоубийство с теми формами, когда человек даже кончает сам. Дело не в факте, а в причинах факта. Причинах факта. В данном случае, мое мнение, что женщина посыпает правильно. Отец Иоанн Кристианкин сказал в проповеди, родители не могут спастись без детей. Мы, воспитанные в атеизме, ничего не дали своим детям, теперь уже взрослым. Для спасения их вопрос. Так ли все безнадежно? Ну, конечно, он это сказал применительно к тем, кто перед ним был. И, понимаете, здесь эта проповедь же на самом деле, мы сейчас какое наблюдаем явление? Дети приводят родителей к церкви. Представляете? Даже не родители детей, а дети часто приводят родителей. Дети. Каждый человек сохраняет свою свободу воли. Каждый сохраняет. И поэтому сказать категорически так, конечно, нельзя. Но он это сказал почему? К тому, чтобы родители все-таки потрудились, потрудились, немножечко почитали, поузнавали, поспрашивали с тем, чтобы ответить своим детям на вопрос о вере. Почему? То есть постарались привести своих детей к вере. Вот почему он сказал. Это педагогический шаг. Это его, просто педагогическое его слово. Вот так. Ваше отношение к процессу над Кузирой? Из ничего раздули кадила. Сколько у нас хулиганства совершается, сколько угодно совершает хулиганство. И если бы только хулиганство, убивают даже священников, жгут, забираются в храмы, воруют, разбивают там прочее. И ничего. Здесь вдруг шум подняли. Значит, эти особо непростые. Причем подняли шум не только у нас, а во всем мире обращаются даже к президенту, к премьеру. О чем это говорит? Значит, логика. Понятно? Мы уже говорили с вами о ювенальной юстиции, о телевидении, о том, что на нем показывается. И здесь тоже все с большей очевидностью проступает, выступает и скоро, наверное, обнаружится во всей силе сатанинский центр, который руководит всей этой системой. И эти особы, видимо, находят поддержку там. А почему находятся там? Тоже кое-что понятно, если мы обратимся к предыдущим их действиям. И поймем, да, такие поступки просто человек совершить не может. Это уже совершают люди, которые, которые уже далеко зашли в духовном плане. Я мягко выражаюсь, но, надеюсь, всем понятно. Просим вас сделать краткое напутствие, наверное, как поступать в семьи наши. У нас больше всего, наверное, испорчено мировоззрение, которое в полноте не дается человеку. Образование и нравственность, оно превалирует во всех отношениях. А вот мировоззрение у нас, наверное, громает. Дело в том, что нам, конечно, довольно трудно себя подвигнуть для того, чтобы все-таки, наконец, постараться понять, что такое православие, почему мы православные, а не католики, не протестанты, не мусульмане, не буддисты. Почему? Спросите мной и не знают, почему. А с чего это вы православные, я спрашиваю студентам. На зачатах, на экзаменах. А с чего это вы православные, это? Странно. А мне кажется, нужно быть католиком, там миллиард католиков, а православных всего там 300 миллионов. А почему не мусульманин? Тоже миллиард, ну-ка, отвечай. Вот что надо. Только тогда православные смогут действительно дать своим детям пищу, когда сами немножечко узнают, а почему, с какой стати это мы православные, интересно. Ну-ка, почему? Потому что родились? Потому что здесь, в России, живём? Не слишком ли это бедно? Так вот, надо потрудиться, узнать нужно, что такое православие, почему действительно мы православные, какие основания для этого. вот чем нужно бы заняться. И это в высшей степени важно, без чего мы никогда не сможем воспитать детей православными. имен... Продолжение следует...